Более-менее наладилось, пенсии прибавляют. Можно старикам теперь жить. Сам Иван Алексеевич, как и положено главе семьи, подобным беседам подводит итог. Пусть и немногословный. Надо делать, не просто говорить. Вот и о предстоящих выборах в семье Ивана Алексеевича сначала поговорят, как обычно, обсудят решение и пойдут на свой избирательный участок в школе номер 7, чтобы слова, сказанные за чашкой чая, не остались просто словами. Наталья Токмагашева, Александр Поморцев, Константин Червяков. Новости моего города. Чемпионка мира по гимнастике Мария Филатова, уроженка Ленинско-Кузнецкого, по-прежнему не может вернуться в Россию. Напомню, причина отказа в гражданстве – недостаточные заслуги перед Российской Федерацией. Губернатор Кемеровской области в очередной раз обратился в миграционную службу России, но пока, к сожалению, безрезультатно. Я вот как губернатор семь раз обращался во все инстанции, и в наш МИД, и в белорусский МИД, потому что мотивировали тем, что вроде бы она уехала с Белоруссии. Куда только, в миграционные службы. И везде ответ там – не положено, не положено, не положено. В то же время, смотрите, она родилась у нас, в Ленинск-Кузнецке, есть такой город, с пяти лет начала заниматься гимнастикой, и вот весь мир ее называл. Пятнадцать лет. Это, говорит, смешная крошка с хвостиками. Так вот, она стала дважды, дважды олимпийской чемпионкой. Я уж не говорю про медали европейские, да и всего мира. И вот если сложить вот эти вот все медали, которые она завоевала, то они по весу будут больше, чем она, потому что весила она всего 40 килограмм. Но это же легенда. Ну что еще нужно? Последнее письмо я написал в прошлом месяце. Миграционные службы. Ответ опять. Недостаточно заслуг перед Россией. Ну какие еще нужны заслуги? Какие? Это же люди, вот спортсмены такие, двухкратный чемпион олимпийских игр. Это же штучный товар. Единичные люди. Какие еще нужны заслуги? Полковника на генерала поменял. Заместителю начальника главного управления МВД России по Кемеровской области Виктору Алексеевичу Кутылкину присвоено звание генерал-майора полиции. Недавно соответствующий приказ подписал президент Дмитрий Медведев. Таким образом, теперь в полиции Кузбасса трудятся два генерала. Первый Александр Елен, начальник главка. А мы присоединяемся ко всеобщим поздравлениям и желаем профессиональных успехов. Делайте ваши ставки. В Кемерове полицейские обнаружили еще два игровых заведения. О том, что в жилых домах находится зал игровых автоматов, сообщили сами жильцы по телефону доверия. Когда полицейские прибыли по указанным адресам, посетители вовсю придавались азарту. Система работала хитро. Заведения выдавались из интернет-салона и даже на самих экранах устройства значилось предупреждение. Данный автомат является симулятором и с помощью карты вы платите лишь за время развлекательной игры. Только вот вызванные на место владельцы заведения никак не смогли объяснить наличие в этих устройствах купюроприемника. На данный момент полицейские обнаруженную аппаратуру изъяли. Сейчас она отправлена на экспертизу. В ходе положительного результата в отношении руководителей данных заведений будет возбуждено административное дело. И это еще не все новости. 350 рублей за концерт известной певицы. В спортивном комплексе «Арена» выступила Максим. Баскетбол – игра для умных. Я не хочу загадывать, думаю, все получится очень хорошо. В Кемерове определились победители школьной баскетбольной лиги. 4 марта на аэродроме СТК «Энергия» пройдет конкурс «Леди на льду», где девушки-автомобилисты будут соревноваться в мастерстве управления авто в экстремальных условиях. Телеканал «Мой город» уже набрал команду гонщиц, и теперь осталось выяснить, кому из них уйдет приз зрительских симпатий. А это прыжок с парашютом на аэродроме «Танай». На нашем сайте мойгород.тв мы запустили голосование, и вы можете отдать свой голос за приглянувшуюся вам девушку. Йети всякие нужны. Настоящие, нарисованные и пластилиновые. Сегодня в Кемерове состоялся первый тур конкурса любительских роликов «Йети Синема». Наша съемочная группа удивлялась фантазией самодеятельных кинематографистов. В один из зимних дней ребята отправились на лыжную прогулку по горной шории. Но они даже представить не могли, какие приключения их ждут. Встреча с Йети всегда неожиданность. Если для известного телевизионного журналиста Юрия Светлакова контакты с непознанным и неизведанным – дело привычное, то для остальных собравшихся в зрительном зале такой главный герой фильмов, как Йети – редкость. Хотя все они киношные профессионалы. И члены жюри первого областного конкурса видеороликов «Йети Синема». Так что это такое Йети? Все говорят, что это какая-то обезьяна. Где-то в горной шоре ищут эту Йети. А Йети – это, по сути дела, наша параллельная ветвь. Вот, начал говорить, они мне запрещают говорить про Йети. Потому что я могу сейчас открыть тайну, что на самом деле себя Йети представляет. Но показывать себя на экране Йети не запретили. Профессионалы в зале увидели 10 вариантов «Снежного человека». В творческое соревнование вступили видеоролики из Кемерово, Новокузнецка, Тайги, Алтайского края и Горной Шории, конечно. Членов жюри – семеро. И эта счастливая цифра наверняка принесет удачу всем участникам конкурса. В принципе, я верю, что есть «Снежный человек». Ведь ни из чего же миф не рождается. Что-то есть под этим. Сегодня профессионалы сделали свой выбор. По их мнению, лучший Йети – нарисованный. 1 марта все кинотворения будут выложены на официальный сайт «Кузбасс кино». И тогда же стартует интернет-голосование зрителей. Так что увидеть, как выглядит легендарный «Снежный человек» сможет каждый. И выбрать своего Йети. Итоги первого областного конкурса «Йети-синема» будут подведены в начале апреля. Лариса Михеева, Людмила Казаченко, Георгий Головин. Новости моего города. «Кузбасс» широко проводил масленицу. Народные гуляния прошли во всех уголках области. Немного, немало – 7 тысяч человек отпраздновали в музей-заповеднике Томска-писанице проводы зимы. Тысячелетняя традиция – водить хороводы, лазать по столбам за подарками, объедаться вкусными блинами – не утратила своей привлекательности и в наши дни. С не меньшим энтузиазмом жители 21 века брали снежный городок и сжигали соломенное чучело масленицы, распрощавшись таким образом с холодным временем года. В поселке Яя к проводам масленицы подошли творчески. Главным угощением стала яичница, на приготовление которой понадобилось разбить тысячу яиц. Но не все коту масленица, гласит народная мудрость. Бывает и Великий пост, который начинается сегодня в понедельник и продлится 48 дней. До праздника Святой Пасхи, которая в этом году выпадает на 15 апреля. Ажиотаж в спортивном комплексе «Аренам». На выходных там прошел концерт популярной певицы Максим. Стоимость билетов привела фанатов в радостное изумление – всего 350 рублей. Оксане Фолиной с трудом удалось пробраться сквозь толпу поклонников, чтобы взять интервью у звезды. У входа сотни поклонников. Считанные минуты остаются до концерта, а народ не перестает пребывать. Ощущение – весь Кузбасс собрался в арене. Внутри, как и снаружи, картина не меняется. Все в ожидании увидеть известную певицу. Да и сотрудники комплекса в этот день с трудом справлялись со своей работой. Народу действительно сегодня много, номерков не хватает. А, то номерков не хватает. Среди почитателей творчества певицы много студентов. Но где еще они могли приобрести билет за смешную цену? Все это стало возможным благодаря спонсорской поддержке холдинговой компании «Сибирский деловой союз». Я вот узнал, что билет такой дешевый. Я люблю певицу, смотрел по телеку, какие песни. Мне нравится. Очень недорого и, возможно, обманывают. Но потом поняли, что нет. Красиво поет, сама умная, хорошая. 40 минут ожидания. Концерт по непонятным причинам задержали. Несмотря ни на что, буря эмоций, оваций. На сцене она, та, ради которой все и собрались сегодня. Лена и Кристина насмотреться не могут вживую на любимую певицу. Она еще не знает, что девчонки приготовили ей настоящий сюрприз. Максима сама мама. У нее подрастает трехлетняя дочь. Выступление девчонок тронуло певицу. Меня здесь всегда встречают вот так. Очень клево. Я бы прям жить бы у вас осталась. Мне очень нравится. За кадром Максим пообещала. Это была не последняя встреча. Как поется в одной из ее песен, нас свела зима. Снежная зима. А ведь лето не за горами. Значит, и новые хиты известной певицы скоро зазвучат из всех радиоприемников. Оксана Фолина, Константин Червяков. Новости моего города. Ну что ж, для фанатов концерт отличный. Повод встретиться и вместе со своим кумиром исполнить любимые песни. А форум Кузбасс спортивный. Повод для того, чтобы обсудить проблемы и перспективы развития спорта в нашем регионе. Подробнее через несколько секунд. Сегодня в Кемерове начал свою работу областной форум Кузбасс спортивный. Ведущие тренеры, методисты, врачи, руководители федерации обсудят проблемы развития спорта в рамках Всероссийской научно-практической конференции. В программе форума не только теория, но и практика. Известные российские и зарубежные тренеры по боксу, дзюдо, в вольной борьбе, лыжным гонкам и легкой атлетике поделятся опытом со своими коллегами. Завтра на губернаторском приеме будут подведены итоги спортивного 2011 года. Я убежден, учитывая значение, которое он имеет и для власти, и для спортивной общественности, форум Кузбасс спортивный станет традиционным. Он уже становится традиционным, потому что в прошлом году проводился первый форум, вот сейчас проводится второй форум. Титул чемпиона России завоевала детская команда СДС «Уголь». Наши мальчишки стали лучшими среди хоккеистов 98-го года рождения. В Ульяновске завершился финальный этап турнира на призы клуба «Плетенный мяч». По итогам соревнований юные хоккеисты кемеровской команды провели семь игр, в которых набрали 19 очков. Второе место заняли хозяева турнира с дюшор «Волга» бронза у еще одного представителя Кемерова – Кузбасса. Напомню, неделю назад хоккеисты 99-го 2000-го годов рождения команда «Кузбасс СДС» в своей возрастной группе также стала чемпионом страны. В Кемерове завершился межрегиональный турнир добровольного спортивного общества «Сельский спорт» под дзюдо. Юноши и девушки определяли сильнейших в 14 весовых категориях. На кону стояли не только золотые медали соревнований, но и путевки на предстоящие первенства России в Тюмени. Кузбасские спортсмены сумели порадовать зрителей призовыми местами. Эдуард Никитась и Екатерина Дюкова не потерпели на татаме ни одного поражения, заслуженно став чемпионами соревнований. Дзюдо в переводе на русский звучит как «мягкий путь». Будем надеяться, что для наших спортсменов он останется мягким и на главных стартах страны. Наши ребята нас порадовали. Я скажу даже больше. Очень даже, чем порадовали. Поэтому сейчас дальнейший наш старт – это Россия, место России, где мы надеемся, так, что ребята выдержат тяжелый труд и выдержат тот момент, который психологический и физический и все-таки порадует нас своими победами. Твоя игра – твоя мечта. В Кемерове завершился городской этап школьной баскетбольной лиги. 32 школы и 450 игроков почти полгода сражались за право называться лучшей командой города. Кто стал новым обладателем заветного кубка, выяснял Аркадий Кемеев. Нестандартный, пожалуй, самый верный эпитет для финала школьной лиги образца 2012 года. В первую очередь потому, что сражаться за золото на паркет вышла сборная классического лицея. Учеников этой школы привыкли видеть победителями научных олимпиад, но никак не спортивных соревнований. Но этим странности не исчерпывались. Рослые парни вышли в финал под руководством девушки-тренера. При таких исходных данных фаворитами выглядели их соперники – сыгранная и техничная сборная 92-й школы. «Соперник очень хороший, быстрые передачи, грамотные. Единственное, наверное, что не хватает высоких игроков, что у нас преобладает тем самым. У нас есть преимущество на кольце. Ну а так достойный соперник, скажем так». Главной действующей фигурой матча стал центровой бордовых Роман Матющенко. Двухметровый лицеист завершал атаки, отрабатывал в защите и исправлял промахи товарищей по команде. Именно его игра на щитах и принесла лицею итоговую победу. «Впечатления просто потрясающие. Много раз участвовали в подобных чемпионатах, но выиграли впервые. Как раз 11-й класс, так сказать, под концовочку, сюрприз такой. Я думаю, мы заслужили, 4 года пахали». Многие участники играли в школьной лиге в последний раз. В следующем сезоне им предстоит осваивать студенческий баскетбол. Но на память о лиге у них останутся медали и форма, в которой они защищали честь родной школы. А для победителей сезон еще не окончен. Он продолжится в Барнауле, где соберутся лучшие команды Сибири. Вместе с лицеистами туда отправятся девушки из 45-й школы в овертайме, вырвавшие победу у соперницы с 25-й гимназии. Волновались. Всю ночь не спали всей командой. Очень волнительно было. Какой-то мандраж был, что финал такая игра. Спортивные прогнозы – занятие неблагодарное. Как выступят кемеровчане в Барнауле, предугадать невозможно. Они уже познали, каково это – стоять на верхней ступеньке педестала почета. Остается лишь пожелать им испытать это чувство еще раз. Аркадий Кемеев, Константин Червяков. Новости моего города. По окончании финальных поединков школьной лиги состоялся ставший уже традиционный матч звезд. Правда, на этот раз он прошел в новом формате. Лучшим игрокам лиги противостояла сборная ветеранов. В нее вошли кемеровские баскетболисты разных лет, в том числе корреспондент телеканала «Мой город» Аркадий Кемеев. Несмотря на дружеский характер матча, борьба получилась упорной. Скорости и атлетичности молодых звезд ветераны противопоставили тактическое превосходство и точность в завершении атак. В итоге опыт оказался сильнее. 56-49 победа ветеранов. Я думаю, что традицию эту надо продолжать, и люди будут сягиваться. Это имеет какое-то воспитательное значение для подрастающих детей. Смотрю, мамы с детьми сидят. Думаю, очень хорошая традиция, если она будет продолжаться. На этом у меня все. Служба новостей прощается с вами. Мы продолжаем следить за городскими событиями. А если вам есть что добавить, звоните по телефону горячей линии 8-923-612-4612. Корреспонденты новостей с вами на связи круглосуточно. Также оставляйте свои комментарии на сайте Первого городского и смотрите выпуски любимых передач. До встречи завтра на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корреспонденты новостей субтитров А.Семкин